Субтитры делал DimaTorzok Дмитрий, мы знаем, что на протяжении истории Бог раскрывается через разные имена. Но есть имя Яхвы. Вот что означает это имя Яхвы? Впервые мы встречаемся с именем Бога уже во второй главе, в бытие второй главы, первая книга Библии. Это очень глубокое имя. Во-первых, мы должны понимать, что в израильской культуре имена давались со значением. То есть, когда родители давали имя своему ребенку, это было всегда глубокое значение. У нас много примеров есть в Библии в этом. И когда Бог открывает свое имя, в этом имени очень глубокое значение. В этом имени есть три времени. На иврите звучит так. Гая, хве, ве, е. На русский язык это звучит так. Я был, я есть и я буду. То есть, мы видим в этом имени Яхвы всегда. То, что написано об Иисусе, что он вчера, сегодня и вовеки тот же. То есть, в этом сущность имени Яхвы. Да, то есть, это вне времени. То есть, мы видим это как бы имя глубоко, оно вне времени. То есть, я всегда. Это очень важно понимать. И также в исходе, когда мы сталкиваемся с именем, когда Бог опять открывает свое имя уже израильскому народу в пустыне. И он говорит, я, на русском звучит так. Я, Господь, Бог ваш. Но в иврите звучит так. Я, я, хве, Бог ваш. В иврите это более глубоко. Когда Бог говорит, что я, я, хве, Бог ваш. Он определяет его сущность. Кто он является для нас. То есть, если я, Господь, то я, Господин, то. Как наша позиция, наши отношения. А если я, я, хве, то он, Бог, вчера, сегодня и завтра. Тем, кем он является. Дима, а как сегодня евреи называют Бога? Яхве? Евреи сегодня не называют имени Бога, так как оно написано в Писании. По причине, что они не боятся нарушить третью заповедь, которая написана в исходе, 20 глава, 7 стих. Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно. Мы должны понимать, что такое напрасно. Если мы, если Бог сам открывается нам в Писании, и Он дает нам определение себе, почему мы не можем обращаться к Нему по Его имени? Точно так же, как если мы здесь будем с вами сидеть, и я буду обращаться к вам не по имени, а какими-нибудь сленгами, или какими-нибудь выражениями, или каким-нибудь косвенным путем. Точно так же мы должны обращаться к Богу по Его имени, так как Он открылся нам в Писании. Но Бог сам запрещает нам произносить Его имя напрасно. Напрасно — это значит между слов, то есть не имея в виду Бога или уважения к Богу. Из-за страха нарушить третью заповедь евреи называют Бога Хашем, что означает просто имя. Дмитрий сказал, что Бога сегодня евреи называют Хашем. И есть на еврите слово антишемиут, которое переводится как антисемитизм. Связано ли имя Бога с антисемитизмом? Если мы переведем с иврита дословно на русский язык, антишемиут, то получается против имени. Анти против, шем — имя. И очень хорошо об этом сказал Иисус. Он сказал, что вы будете гонимы за имя Мое. То есть опять же имя — шем. И когда идет гонение на народ Божий, израильский или как по крови, на избранный народ Божий, или духовно на верующих, которые приняли Его и стали Его народом, частью Его народа, то здесь идет война и гонение Бога прежде всего. То есть люди гонят еврейский народ или верующих, но они гонят Бога. Тогда получается, что дух антисемитизма — это дух не против народа, а, скорее всего, против Бога, в которого верит этот народ. Так оно и есть. Яна, в Старом Завете мы видим, что Бог открывается через разные имена. Сегодня нам Дмитрий объяснил его главное имя, скажем так, Яхва. Но в Новом Завете мы не видим имен Бога. Почему? Потому что все имена Бога, они просто вылились через Его Сына. То есть если Господь называет себя «Я Господь-целитель Твой», опять же, если мы идем в оригинал, мы смотрим «Я Яхве-целитель Твой», то есть «Я вчера исцелял, я сегодня исцеляю, и я завтра буду исцелять». «Я всегда Тебя буду исцелять». То есть Бог, Он не зависит от нашего настроения, не зависит от нашего положения, не зависит вообще от нас, от времени, в котором мы живем. Он остается Богом постоянно, всегда. И если Он говорит «Я милую Тебя», то Я это делал вчера, Я это делаю сегодня, Я буду это делать завтра. Если Иисус приходит и говорит «Я Бог-спаситель Ваш», да, Мессия, Который пришел спасти, Он не изменяется. Он вчера и сегодня, и во веки тот же. Он вчера спасал, сегодня спасает, и завтра будет спасать. Я думаю, что понять самое главное имя Бога Яхве, что Он постоянен, то есть Он не изменяется. Это самое главное, что мы должны понять, потому что нам, как людям, которые склонны к переменам, очень тяжело принять вообще такое понятие, что Бог вне времени, не зависит от нас, не зависит от того, что происходит на земле, Он остается Богом. И даже если мы не верны, Он остается верен всем своим обетованиям, всем своим именам, всей своей сущности, Он не может себя изменить. Изменить Он, Он верен, верен Своему Слову, и Он исполняет ежедневно все, что Он делал вчера, делает сегодня и будет делать завтра. Как здорово, что в сегодняшнем переменчивом мире есть Бог, который вчера, сегодня и вовеки тот же. Смотрите нашу рубрику «Израиль в вопросах и ответах» на телеканале ТБН «Россия». Спасибо, Шалом. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok